Один из крупнейших консервных заводов России расположен в Стародубском районе Брянской области. В советские годы предприятие «Консерв Сушпрод» поставляло свою продукцию Министерству внутренних дел и Министерству обороны СССР. В 21 веке производство расширилось, стали изготавливать мясные и мясорастительные консервы, а с 2004 года занялись переработкой молока и изготовлением твердых сыров. Дальше больше. Ассортимент «Консерв Сушпрода» пополнили плавленые сыры, цельномолочная продукция. Сегодня компания производит более 70 наименований – маринады, соусы, консервы овощные, плодовые, богатый выбор мясных консервов, первые и вторые блюда – паштеты, фарши, мясные деликатесы. У нас производятся сыры и молочная продукция, консервация, поэтому пользуются спросом для всего населения, начиная от студентов, военных, рыбаков. Наши предприятия можно назвать народным. «Консерв Сушпрод» выпускает готовые к употреблению блюда под торговыми марками «Бизнес-повар. Обеду-час». Недавно выпустили линейку совместно с военторгом «Армия России». В составе всей продукции нет консервантов, сохранность обеспечивает технология приготовления в специальных автоклавах. Свои высококачественные вкусные продукты компания регулярно представляет на суть жюри агровыставки «Золотая осень». Мы традиционно являемся участниками «Золотой осени». Не хотим нарушать эту традицию, потому что золото – это наша стезя, и мы сюда приезжаем всегда за золотом. В этом году мы выставлялись с тремя позициями. Варенье лычевое, салат донской и наш сыр «Фараон». Мы заняли золотые медали. Первое место. Сырье поставляют брянские сельхозпроизводители, а также своя компания по производству молока. Сегодня «Консерв Сушпрот» дарит отдых хозяйкам, производя домашние по вкусу консервированные салаты, компоты, варенье. Удобство, экономия времени, великолепный вкус блюд – главные достоинства продукции «Консерв Сушпрот», которые высоко ценят потребители. А компания ценит свои кадры, которые способны воплотить в жизнь самые смелые проекты. Александра Седачева, Алексей Рязанцев. События. Московская область. Субтитры создавал DimaTorzok